Дана Чернова живет у сквера Шанхай уже много лет. Каждый день гуляет здесь со своей собакой Кантом. Оба корицидной обработки парков и скверов от клещей знает и вместе с тем в весеннее время особенно тщательно следит за безопасностью как своей, так и своего питомца. Канту дает специальные таблетки, которые предохраняет от энцефалита. И после каждой прогулки проверяет себя и собаку на наличие клещей. Стараемся в лес в это время не выезжать, но в парке гуляя, конечно, не хотелось бы поймать клеща буквально в городе. Хотелось бы, конечно, пилеть свободно, спокойно, чтобы у нас не было никаких страхов по поводу возможности заражения. Обработка скверов и парков, а также других общественных пространств и крупных транспортных развязок от клещей мышевидных грузунов проводится ежегодно. Территорию площадью более 200 гектаров дезинфицируют специальными препаратами. Они при соблюдении определенных мер безопасны для жителей и их питомцев. Обрабатывают траву, деревья и дорожки. Во время дождя работы прекращаются и возобновляются при первой же возможности. Все работы и по коррецидной обработке, и по атертизации начинаются с обследования территории предварительного зоологического. То есть специалист проходит территорию сквера и выявляет наличие или отсутствие клещей, либо мышей. Соответственно, контроль качества заключается в повторном осмотре с выявлением данных признаков. Если особи вредителей, переносчиков опасных заболеваний, геморрагической лихорадки, бруцеллеза, клещевого энцефалита будут обнаружены вновь, то территорию обрабатывают еще раз. Понимаете, это такая застройка домов. То есть, в принципе, априори тут клещу не откуда взяться. Да, это профилактика. После обработки флагометром проверяется контроль качества. И на один километр не должно превышать 0,5 особей клеща. А коррецидная обработка от клещей уже прошла в скверах Самарского района и завершается в Ленинском. На следующей неделе начнется на набережной. Также городские территории в 20-х числах мая обработают от комаров. В парках с кровососущими насекомыми будут бороться с мая по начало июня. На набережной работы запланированы в мае, июне и июле. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Константин Головин. События.